здравствуйте уважаемые зрители продолжаем нашу работу над нашим проектом запускаем программу арткам открываем наш проект ручка и видим что у нас нет ничего открываем нашу папку с моделями переименовываем ее допустим это будет название ее основание окей два раза кликаем и загружается наш чертеж и трехмерный вид прошлом видео мы создали вот этот вектор теперь смотрим на нашу фотографию что у нас тут еще есть у нас есть присутствует здесь лепестки некие такие выпуклости мелких диаметров и сегодня этим мы и займемся для начала давайте наш вектор заблокируем чтобы мы его случайно не переместили теперь мы его не сможем никуда передвинуть и начнем непосредственно делать лепестки вот эти вот возьмем заготовку вектора окружность дадим ей диаметр примерно давайте 4 миллиметра наверное да создали закрываем вручную располагаем наш объект переходим в редактирование точек и создаем нашу наш лепесток допустим что Продолжение следует... Чтобы редактировать нашу заготовку, перемещаем вот эти вот точки и так называемые кривые безе, то есть вращая за направляющие этой точки, мы изменяем наш вектор. Можем вытягивать, ну как угодно. В общем... Кое-что у нас получилось более-менее похоже, да? Смотрим, да... Вывернем немного сюда... Так... Они плавные... Все, сохраняем... Так, и теперь располагаем уже наш весь созданный лепесток этот в нужном месте. Сверяемся с рисунком... Да, более-менее так, как и должно быть. Так, теперь нам нужно этот лепесток скопировать на всю нашу модель. Выбираем инструмент массив... Копирование вращения... Нажимаем на него... Выбираем копировать с поворотом... Центр вращения у нас будет вокруг 0... По оси по у... То есть вокруг вот этого центра начнется вращение... Задаем градусы... Насколько градусов мы можем... И количество объектов... Применяем... И наш объект появился с этой стороны... Закрываем... Сохраняемся... Теперь создаем... Направляющие... Вспомогательные... И как можно точнее выставляем по краю... Нашего нового вектора... Так, вот так вот... Блокируем мы его... И запоминаем эту цифру 7,19... Окей... Делаем такую же... Точно... В таком же самом месте направляющую... Здесь копируем... Вставляем и удаляем минус... Та же самая... Процедура как и... В прошлом видео... В предыдущем видео... Применяем... Окей... Чтобы наш... Направляющий... Никуда не перемещалась... Мы ее блокируем... Для чего мы их сделали... Направляющие... Для того чтобы мы сейчас... Скопировали... Вот этот... Наш вектор... И точно его расположили... По направляющим... То есть... Он будет точно так же касаться... Этой направляющей... Как и... Оригинал... Кстати... Его тоже можно заблокировать... Чтобы случайно не передвинуть... Вот... И теперь... Выбираем инструмент... Копирование... Зеркального отражения... Нажимаем справа... Он у нас не копируется... Потому что мы заблокировали... Разблокируем... И повторим процедуру... Копирование справа... Закрываем... Сохраняемся... И теперь перемещаем наш объект... Значит... На клавиатуре... С правой стороны... У вас есть... Значит... Направление движения... Вверх... Вниз... И в стороны... Так вот этими... Клавишами... Можно перемещать наши... Вектора... Вот мы... Что мы и делаем с вами... Перемещаем... И... Чем ближе мы... Увеличим... Модель... Тем точнее мы выставим... Наш объект... Все... Объект... Выставим точно... Сохраняемся... И... Делаем... Выделяем его... Переходим в инструмент... Копировать поворотом... Массив копирования вращения... И точно так же... 180 градусов... Мы... Сейчас его повернем... Раз... Он появился... Точно так же... Как и эти два объекта... Сохраняем... Так... Следующий... Нам нужно... Опять же... Этот инструмент... Но ставим только 90 градусов... Применяем... И... Появилась у нас... Новый лепесток... Вручную... Перемещаем... Так как нам нужно... Если нужно... То... Редактируем его... С помощью... Этого инструмента... Редактора точек... Ну... Я оставлю... Все как есть... Слишком близко... Границам... Не подводим... Потому что... Наша модель... По... Рисунку... Видите... Здесь... Будет... Заклаженный... Вот... И... Поэтому... Немножко... Даем... Зазор... Для этих углов... Так... Здесь... Точно так же... Делаем... Направляющую... Спомогательную... Вот... Ее... Так... Размер... Ее... Координаты... Два раза... Кликаем... Или... Уделяем... Просто... Копируем... Нашу... Цифру... Нашу... Координаты... Жмем... Окей... И... Ставим... Следующую... Нашу... Вспомогательную... Направляющую... Блокируем... Окей... Немножко... Глючит... Немножко... Конечно... Что же делать... Так... Окей... Так... Сохранимся... Блокируем... О... Так... Заблокировали... Отлично... Теперь... Инструментом... Массива... Поворачиваем... На 180 градусов... Наш... Вектор... Он... Появился... Здесь... Зеркальное... Зеркальное... Отображение... Поверху... Закрываем... Клавишей клавиатуры... Перемещаем... Наши векторы... Вверх... До полного совпадения... Нашей... Направляющей... Как можно ближе... Увеличиваем... Вот так... Есть... Сохраняем... И... Опять... Переходим... Инструмент... Массива... Копировать... Поворотом... На 180 градусов... Применяем... Все... Наши лепестки... Готовы... Сохраняем... На всякий случай... Можно... Выделить... Весь... Объект... Наш... Сохраняем... И... Скопировать... Его... Так... Вот... Это... Красное... Мне не нравится... Здесь... Получилось... Два... Объекта... У нас... Да... Один... Из них... Мы... Удалили... Так... Потому... Что... В... Будущем... Может быть... При... Создании... Трехмерной... Модели... Проблемы... Даже не поймем... Зачем... Лучше... Сразу же... Проверить... Как только... Выделяется... Вектор... Красным цветом... Значит... Скорее всего... Там... Два... Вектора... Так... Вот... Выделили... Наш... Вектор... Нажимаем... Клавишу... Катру... И... Перемещаем... Объект... Тем... Сам... Копируем... И... В... Случае... Каких-то... Непредвиденных... Обстоятельств... Что мы не сможем восстановить... У нас будет копия... Мы... Вставим сюда... И... Продолжим работу... Так... Продолжаем... Дальше... Смотрим... На наш... Рисунок... Наш... Эскиз... И... Видим... У нас... Нам нужно создать... Еще... Вот... Такие... Тоже... Типа... Лепестков... И... Кстати... У нас тут... Еще... Видите... Как... Такие... Точки... Такие... Это мы... Создадим... При помощи... Инструмента... Ну... Это немного дальше... С помощью инструмента... Операция с рельефом... Так... Теперь создаем... Очередной... Наш... Вектор... Ну... Давайте опять возьмем... Окружность... И... Начнем с ней работу... Так... Допустим... Пускай будет 3 миллиметра... Создать... Закрываем... Все... Появился наш объект... Переходим в редактирование точек... Выделяем нижнюю точку... И... С помощью клавиши... Можно перемещать ее вниз... Вот... Смотрим как она здесь идет... Ну... Вот так вот... Кое-что получилось... Немного вверх... Вы переместили... Так... Вот сюда... Не забываем сохраняться... Так... Есть наш объект... Переходим... Переходим... Массив... Поворачиваем его... Ставим... 90 градусов... Простите... Применяем... Закрываем... Выделяем наш объект... Перемещаем его... В нужное нам место... Здесь мы уже не создаем... Направляющие... Они нам не нужны... Мы автоматически все... Разворачиваем... По... Оригиналу... Как мы его выставляем... Вот... Годится... Так... Наши лепестки созданы... У нас получилось... Вот такой вот чертеж... Приблизительно похож на то... Что... Мы видим на картинке... Сохраняем... Обязательно... И теперь начнем создавать... Трехмерную модель... На всякий случай... Заблокируем... Наши вектора... Вот... И начнем работу дальше... Так... Переходим в трехмерный вид... А лучше всего... Чтобы у нас было два окна... Мы видели там и там... Что происходит... Сначала нам нужно сделать объем для... Основной... Самой большой детали... Которая у нас тут имеется... Это вот... Весь ее контур... Можно также сделать заливку ему... И работать по цветам... Можно выделять отдельно... Вектор... И делать ему... Объемный... Трехмерный вид... Можно так... Можно так... Давайте... Зальем... Значит... Заливка происходит... Следующим образом... Мы выделяем вектор... Выбираем нам нужный цвет... И... Переходим... Заливка векторов... Начинать нужно... С самого большого объекта... Так как он заливает... Все остальные... Если мы начнем с мелких объектов... Потом перейдем... К большому объекту... Вся предыдущая работа... Будет закрашена... Самым большим объектом... Так что... Начинаем с самого большого... Выделяем... Какой нам тут нравится цвет... Давайте... Песочный... Заливку мы поставили... Теперь... Выделим... Остальные наши объекты... Shift нажимаем... Чтобы выбрать... Не... Не выделенные объекты... А вообще... Можно... Обвести... Вот... Но... Вводить на так... Чтобы не захватывать... Как бы... Самый большой... Ну... Самый большой объект... Shift зажимаем... И выделяем... Остальные объекты... Готово... Так... Теперь зададим... Допустим... Зеленый цвет... И заливка... Вот... Мы залили... Нашу будущую... Объемную модель... Так... Следующий шаг... По цвету можно нажать два раза... И... У нас появляется редактор форм... Либо перейти... На вклад... Модель... Также нажать... Редактор форм... Вот... Появился наш редактор форм... И здесь... Значит... Мы выбираем... Плоскости... Пирамидальный вид... Овальный... Убираем овальный... И... Проверяем... По чертежу... Мы помним... У нас должно быть... Три миллиметра... Наша... Модель... Толщина нашей модели... Заготовку... Мы задали... Пять миллиметров... Вот... Ну... Допустим... Два миллиметра... Да... И... Миллиметр... На... Эти... Все... Лепесточки... Чтобы... Задать... Конкретную высоту... Ставим... Ограничение... По высоте... Задаем... 2 то есть 2 миллиметра здесь мы задаем угол насколько она будет от вот этого основания на каком с каким углом будет выглядеть наша модель то есть от 0 до 2 миллиметров под каким углом чем больше угол тем она будет резче резкий угол получаться чем чем более пологий он будет как блин тут расположился так что выбираем допустим выберем 80 выбрали выбрали высоту и нажимаем кнопку добавить ждем пока просчитает нашу модель получилось немного не то что я хотел нажимаем control z смотрим что не так что мы не так сделали да кстати забыл вам сказать что нужно добавить обязательно нужно добавить слой на рельеф добавить слой иначе иначе потом мы не сможем вернуться к редактированию конкретного слоя то есть мы делаем модель подслойно сначала нижней потом уже на как только мы сделали допустим 2 миллиметра в высоту переходим к лепесткам уже сверху первого слоя от этой подложки будут лепестки то есть на поверхности подложки мы сделаем лепестки так пробуем еще раз добавить да все должно получиться значит что я сделал я сделал выбор не по цвету а выбор по вектору и сейчас должно быть то что мы и задумывали вот мы с вами видим что у нас получилось примерно то что на изображение то есть у нас получился объем здесь можно нажимая вот эти кнопки то есть вращение перемещение приближение и конкретный вид так следующий шаг что мы сделали это основание да теперь добавляем новый слой его можно переименовать по вашему как вы хотите лучше конечно делать наименование но у нас модель такая простенькая поэтому мы не будем с этим заморачиваться сейчас мы продолжим с нашими лепестками теперь проверим высоту видите высота у нас стала 2 миллиметра то есть мы задали здесь двойку 2 миллиметра мы здесь задали нажали кнопку добавить у нас выросла выросла наша модель на 2 миллиметра то есть объем получился 2 миллиметра то что нам и нужно теперь выделяем вот эти наши лепестки выделяем их всех переходим на слой номер 2 и начинаем работать с ним здесь по моему более крутой угол у них сейчас посмотрим допустим пускай будет 45 миллиметров да ограничение по высоте ставим 1 миллиметр так и нажимаем добавить смотрим просчет видим что у нас получилось ну короче говоря вы поняли угол можно выставлять здесь тот какой вам более подойдет так сохраняем смотрим что у нас здесь 3 миллиметра как мы и хотели сохраняемся закрываем наш редактор и теперь в нашей модели присутствует углубление переходим в двухмерный вид здесь вот есть углубление такое его можно сделать или с помощью управляющей программы или если это углубление как бы небольшое идет а потом сверление идет то значит сделать саму модель и потом в центре с помощью управляющей программы можно сделать отверстие небольшое в центре значит создаем окружность в центре примерно ну давайте шестимиллиметровую создать закрываем отверстие добавляем очередной слой очередной слой даем ему имя отверстие нажимаем нажимаем все это у нас отверстие заблокирован на всякий случай наш вектор клацаем по нему два раза опять таки выбираем нам нужный угол и ставим ограничение в два миллиметра и нажимаем клавишу вычитания то есть наша модель будет наше отверстие углубление это будет просчитываться от вот этой подложки до нуля чтобы у нас ниже не переходила нуля мы ставим здесь два миллиметра итак жмем вычитание и смотрим результат как у нас получилось вот такое углубление оно четко проходит по нашему по нашей границе нуля то есть оно вышло ровно в ноль то что нам и нужно сохраняемся переходим в траектории смотрим модель не изменилась ошибок нет толщина 3 миллиметра итак мы создали трехмерную модель на основе нашего чертежа создадим с вами вот эти вот вот эту как сказать насечку она у нас проходит по внутренней части то есть на вот этих скосах ее нет то есть она на плоской части чтобы этого добиться мы сделаем следующий так добавим давайте новый чтобы не было закрашено новый слой чтобы видеть выделяем вот этот наш вектор и делаем с помощью инструмента делаем смещение делаем смещение 2 миллиметра есть также можно удалить удалить его если вам это нужно скругленный с фаской но я ставлю остроконечный потому что мы сильно так его сместим и практически все что мы здесь не выбрали будет делаем смещение вот появился новый вектор внутри этого вектора мы будем делать нашу насечку заблокированного придадим значит цвет давайте пускай будет красным так неправильно переходим наш так все правильно так заливаем цветом выбираем наши лепестки жмем shift выбираем отверстие тоже жмем shift выбираем и ставим другой цвет давайте синий делаем заливку так получился у нас такой стильный крестик так теперь переходим во вкладку с инструментом операции рельефа нам нужно создать текстуру на рельефе используя шаблон жмем видим сразу появился цвет сейчас проверим этот цвет не тот который нам нужен два раза кликаем появляется наш цвет выбранный цвет тот который тот который нужен нам перед этим видео как бы несколько раз прогонял эту всю модель и вот уже значение я выставил те которые нам подходят добавляем обязательно очередной слой даем ему имя насечка сохраняем и добавляем так видите у нас появилась насечка по нашему по нашей ручке больше похоже на крестик но проект называется рубочка так как видите все отлично у нас получилось проверяем все размеры три пять все замечательно сохраняем обязательно ну что ж уважаемые зрители мы сегодня с вами смоделировали от чертежа до трехмерной модели наш проект в следующих видео продолжим наш проект и надеюсь это вам поможет в вашей работе спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь пока